Всем привет! Спасибо, что слушаете меня. Это подкаст для тех, кто изучает русский как иностранный. Сегодня у меня в гостях Кая из Японии. Привет, Кая! Привет, Даша! Спасибо большое за приглашение. Да, спасибо, что пришла. У нас с Кайей уже было два, даже три выпуска подкаста. Это два выпуска в подкасте Russian Twist. И потом Кая приглашала меня в свой подкаст English with Kaya, где мы говорили по-английски. Если интересно, обязательно послушайте, ссылки будут в описании. Кая из Японии, она родилась в Японии, но сейчас живёт в Узбекистане и до этого жила также в других странах. Кая, скажи, пожалуйста, какие страны ты можешь назвать своим домом? Где ты жила, где ты обустраивала свою жизнь? Спасибо за вопрос. Я жила в Японии, в Канаде и один год в России, в Москве, и ещё один год в Англии, в Оксфорде. И я путешествовала по 60 странам. Да, и вот как раз про путешествие Кайи на Peace Boat мы говорим в подкасте Russian Twist. Значит, Кая, ты опытный путешественник. И не только путешественник, но и человек, который каждый раз начинал, можно сказать, жизнь с нуля в новой стране. Как это было? Легко ли тебе переезжать с места на место и знакомиться с людьми? Ну, это всё зависело от того, сколько мне лет было и в какой обстановке. Потому что когда я переезжала в Канаду, когда мне было 6 лет, это было по работе папы. И тогда я была совсем маленькая, мне было 6 лет, так что было очень легко найти друзей, потому что я училась в местной школе. И очень легко было выучить английский язык, потому что детям легче познакомиться с новыми языками и новыми культурами. Потом, когда я училась в МГУ, в Московском государственном университете в Москве, тогда тоже было легко, но были некоторые трудные моменты, потому что я уже была взрослая, и мне нужно было делать всё одно, например, с документами, регистрация иностранцев, и с визой, и эти банальные вещи с документами. И, конечно, выучить третий язык русский было чуть-чуть тяжелее, чем когда я выучила английский, так что я думаю, что это всё зависит от того, с кем ты переезжаешь, и чем занимаешься, и именно какая поддержка есть или нет в этой стране. Да, наверное, важно найти людей, с которыми тебе будет легко общаться, чтобы вместе проводить время и, возможно, даже вместе делать какие-то неинтересные вещи, подавать документы, потому что когда ты это делаешь один... Это скучно или даже не очень интересно. И вот сейчас ты живёшь в Узбекистане. Расскажи, пожалуйста, чем ты там занимаешься? Да, я сейчас в Узбекистане преподаю английский язык и японский язык в местной школе, и с сентября я ещё буду преподавать японский в университете здесь, в Ташкенте, и я здесь в рамках программы Japan International Corporation Agency. Это такая государственная программа волонтёрства на два года за границей. Здорово! Тебя пригласили в университет. Как это получилось? Ты сама подала резюме или о тебе узнали и позвали тебя? Ну, когда я посетила Самарканд, это было в марте этого года, я познакомилась с одной японской женщиной, и тогда она преподавала японский в Ташкентском юридическом университете. И мы познакомились, и вдруг ей нужно было вернуться в Японию, и она мне писала, она сказала, тебе интересно преподавать японский в юридическом университете? И я сказала, да, конечно, мне было очень интересно и приятно. Очень здорово! Я тебя поздравляю! Я думаю, это будет интересный и важный опыт, также и карьерный рост. Так как ты несколько раз уже переезжала, то ты, наверное, сформировала какие-то привычки и ритуалы, может быть, которые тебе помогают сделать этот процесс не таким сложным эмоционально и технически. Вот какие, может быть, навыки или качества помогают тебе при переезде и чем ты можешь поделиться с нашими слушателями? Спасибо за очень интересный вопрос. У меня есть четыре момента или четыре вещи, о которых я хотела бы рассказать. Первый — это то, что... Это очень банально, но в первые дни в новой стране на самом деле очень трудно найти ежедневные вещи, очень повседневные вещи, как, не знаю, удлинитель или батарейки или, сейчас я подумаю, может быть, микроволновка, если микроволновки нет в квартире, или, не знаю, хороший шампунь. Это очень банально, но на самом деле, когда ты оказываешься в новой стране, в новом городе, даже если это в новом городе, в своей стране, на самом деле сначала, в начале трудно найти очень эти повседневные продукты, которые тебе нравятся. Нужно узнать, где купить и в каких магазинах. Так что до переезда лучше спрашивать у друзей или у знакомых или даже у незнакомых людей, не знаю, там на сайт-сетях, что лучше со мной принести в новую страну, да? Например, когда я была в Японии прошлым летом, я спросила у девушки, это знакомая, из Узбекистана, что мне лучше принести с собой в Узбекистан, чего там нет, да, что есть в Японии. И, да, на самом деле для нас, японцев, и для корейцев, я думаю, тоже для китайцев, рис очень важный. Это очень важное блюдо для нас и рисоварка. Это очень важный такой электронный аппарат, рисоварка. И я подумала, может быть, даже принести с собой японскую рисоварку в Узбекистан, но я это не сделала, потому что рисоварка очень тяжёлая. Но, к счастью, в моей квартире уже была рисоварка, потому что уже, потому что здесь продаются рисоварки и хорошенькие, так что это не была проблема. Но, да, просто спросить у людей из этого района, что чего там нет, что принести с собой, что лучше туда принести, да, может быть, там нет хорошего шампуна, или, может быть, есть, но, не знаю, что-то там вроде такое. Когда ты изначально готовишься, ты уже знаешь, чего ожидать, и можешь посмотреть, где купить нужные вещи, даже если ты их не привезла с собой, ты можешь посмотреть, где ближайший магазин, в котором это продаётся. Я когда переехала в Петербург, у меня вообще не было ничего здесь, был только маленький чемодан вещей, и я жила у друга, и когда я приехала, у него даже не было там лишних подушек и одеял, и вот мы с ним пошли, написали целый список того, что мне необходимо, и я вот купила эти вещи. Когда ты в своей стране, ты просто один человек, да, но когда ты за границей, люди, ну не все, но люди будут смотреть на тебя, как представитель твоей страны. Так что, когда я в Японии, я просто один человек, но когда я здесь, в Узбекистане, или в Канаде, люди относятся ко мне, как будто я представитель Японии, хотя я просто один человек, и в Японии живёт, не знаю, 126 миллионов человек, да, население большое, и я просто один человек из этих 126 миллионов человек, но, может быть, люди за границей никогда не встречала японца, не знаю, может быть, я единственный человек из Японии, которого они видели, не знаю, и по этой причине они всегда спрашивают у меня, как дела в Японии, почему ты не носишь кимона, танцуй, танцуй, танцуй какой-то японский танец, какие у вас фестивали японские, и я даже иногда не знаю ответов, и мне нужно исследовать Японию. Сейчас в Узбекистане я начала слушать японское радио, хотя в Японии я никогда не слушала японское радио, потому что мне нужно знать, что там дела в Японии, потому что люди будут спрашивать у меня, как дела в Японии, и я не могу ответить, не знаю, потому что... И, конечно, иногда это стресс, иногда это какое-то давление, потому что ты хочешь сказать, но я не представитель, я не знаю, что... Да, это иногда через чур, но я решила принимать, ну, не знаю, другой майндсет, что я стараюсь быть хорошим представителем в своей стране. это лучший майндсет, чем испытывать стресс или какое-то давление, и так что, может быть, жить за границей, это хороший шанс познакомиться глубже со своей страной. Да, я полностью с тобой согласна. Когда я жила в Таиланде, я заметила, что привлекаю внимание, особенно внимание учеников и студентов, и это было приятно, но в то же время я понимала, что нужно также отвечать на вопросы о своей культуре, о месте, где я живу, и для них это было так удивительно. Я помню, когда у нас был урок, и я сказала, что я из Сибири, все были в шоке и начали спрашивать, всегда ли там мороз, всегда ли там холодно, и ты сказала, что нужно принять хороший майндсет, то есть нужно как бы сделать такие установки себе внутренние, что ты не обижаешься, ты не думаешь о том, что там это некорректные вопросы, хотя они бывают действительно некорректными, особенно от некоторых людей, но ты понимаешь, что ты сейчас лицо своей страны, к сожалению, не все люди это понимают, когда куда-то переезжают, или когда путешествуют в другую страну, ведут себя некрасиво и невежливо, поэтому, конечно, нужно не забывать, что ты представляешь свою страну там, где ты теперь живёшь, и по тебе возможно будут судить о целой нации, о целом народе. Это большая ответственность. Да, точно. Мой третий пункт это то, что когда ты в новой стране и ты пытаешься говорить на местном языке, иногда это трудно, конечно, потому что когда я в первый раз жила в России десять лет назад, вначале мой уровень русского языка был не такой высокий, и так что я, конечно, испытала стресс, потому что может быть, когда люди разговаривали со мной, я не смогла выразить своё мнение, и я была как да, и я не могла сказать свою точку зрения, и когда ты вот так, люди относятся к тебе как будто ты идиот или как будто ты трёхлетний ребёнок, ты понимаешь русский язык или что-то вроде такое, и я помню, что когда я в первый раз была в России, мой первый раз в России, это было в Питере на две недели, и когда мы делали пересадку в Шереметьево, в аэропорту Шереметьево, я тогда десять лет назад я не могла говорить свободно по-русски, и поэтому я спросила у сотрудника в аэропорту на английском языке, где, не знаю, что-то, такой вопрос, и он кричал на меня, потому что вроде как бы он не любил английский язык, и так что он кричал на меня очень грубо, это было очень неприятно, и... ой, действительно, это крайне неприятно, и... да, это был мой первый, не знаю, первый час в России, это было... но я заметила, что это тоже был большой стресс для меня, потому что вначале я не могла свободно выразить себя, так что... но когда ты в новой стране, не надо заставлять себя говорить всё время на местном языке, потому что это большое давление, да, на свой менталитет, ну, конечно, пытайся, но иногда нужно отдыхать, иногда говори на языке, на каком ты чувствуешь себя комфортно, то есть, например, здесь, в Узбекистане, я пытаюсь говорить на узбекском, но когда я устаю, когда я уставшая, когда у меня не хватает сил, я просто говорю на русском или на английском, потому что это легче для меня, и если человек кричит на тебя, это проблема того человека, и это не твоя проблема, просто не пытаться быть перфекционистом и относиться ко всему с юмором, наслаждаться, да, наслаждайся жизнью, просто гуляй по городу, путешествуй, найти хороших друзей или интересных людей, и просто не надо быть перфекционистом, по-моему. Точно, но с другой стороны есть большая категория людей, которые переезжают куда-то и даже не пытаются учить местный язык, они живут в своём таком маленьком пузыре, общаются только со своими соотечественниками, да, если там из России, то ты общаешься с россиянами, если ты из Армении, ты находишь диаспору армян, и вот это тоже другая крайность, можно сказать, потому что находясь среди своих постоянно, ты не можешь влиться в культуру этой страны и свободно начать говорить на этом языке, поэтому, наверное, нужно найти какой-то баланс, да, с одной стороны для своего комфорта, для своего душевного равновесия найти друзей, которые говорят с тобой на привычном тебе языке, с другой стороны не забывать выходить, так скажем, в люди и общаться с местными уже на их языке, то есть попытаться соблюсти такой баланс. Это очень хороший пункт, я думаю, то, что ты сказала, Даша, потому что баланс это очень-очень важен, потому, да, и чтобы расширить свой горизонт и выразить уважение местной культуре и местным людям. Это то, что ты сказала, это совершенно верно. И четвёртый пункт это то, что мы уже рассказывали вначале, но это то, что найди какое-то хорошее хобби или круг друзей или что-то, чем ты можешь заниматься. Например, когда я жила в Москве, я играла на скрипке в студенческом оркестре консерватории именно Чайковского. И это играя на скрипке в студенческом оркестре в консерватории я смогла найти друзей, которые увлекаются музыкой, которые тоже играют на инструментах музыкальных. И мы играли на концертах, и мы играли в оркестре тоже в маленьких группах. И это было очень круто, и это помогало мне наслаждаться жизнью в то время, в том месте. И так что найти хорошие хобби. И здесь, в Узбекистане, я не принесла скрипку, потому что у меня было слишком много чемоданов, так что сейчас летом я хочу найти хороший спортзал, где я могу заниматься гимнастикой и плавать в бассейне хоть раз в неделю, потому что я думаю, очень важно найти хорошее хобби и красивые места, может быть, даже парки или группы, с которыми можно провести хорошее время. Да, согласна сто процентов. Когда я жила в Таиланде, я тоже почувствовала, что мне не хватает общения. Да, у меня были коллеги, но хотелось ещё в нерабочее время чем-то заниматься и общаться с новыми людьми, и я пошла на сальсу. Ну, это был просто как такой сальсо-дэнсинг, когда ты приходишь, это не уроки, да, это не уроки, но ты приходишь, это как вечеринки, и тебя там может кто-то научить танцевать. Потом я несколько раз ходила на йогу, но как-то не пошло, но всё равно вот такие мероприятия, когда ты идёшь в какой-то спортзал или на кружок рисования, да, или на кружок любителей фотографии, ты встречаешь тех, с кем есть о чём поговорить, и возможно это будут люди не из твоей родной страны, но ты найдёшь новых друзей таким образом. Совершенно верно, да, нужно найти вдохновение вне работы тоже. Да, сто процентов. Для своего психологического здоровья это тоже очень важно. Да, психологическое здоровье это очень важно, особенно сейчас во время коронавируса и всех этих ужасных событий нужно. сто процентов. Спасибо, Кая. Обычно я в конце выпуска даю домашнее задание, это тема для сочинения, которые мне пишут мои патроны, то есть опцию проверки домашнего задания можно подключить на патреоне. Я бы хотела, чтобы ты сегодня выбрала тему для сочинения. конечно. Если ты переезжаешь в новую страну, допустим, что ты будешь жить два или три года в совсем незнакомой новой стране, может быть, в Африке или где-то в новой стране, что ты хочешь принести с собой из своей родной страны в новую страну и почему? То есть какую вещь из родной страны или какие вещи ты бы хотел привести с собой, которые бы могли тебе помочь создать комфортные условия для своей жизни? Да, и почему именно эта вещь? Вот, мне кажется, ты сказала про рисоварку, потом ты сказала про скрипку. Мне кажется, очень многие вещи, которые нам важны, как раз связаны или с бытом, или с нашими увлечениями. Поэтому будет интересно, что ответят мои патроны. Ребята, присоединяйтесь ко мне на патреоне, чтобы получать транскрипции, и не забывайте ставить оценки этому подкасту в приложении, в котором вы его слушаете. Кая, большое тебе спасибо за участие. Как всегда, мне очень приятно было с тобой поговорить, и я надеюсь, что мы когда-нибудь увидимся. Да, спасибо большое за сегодняшний разговор. Даша, было очень интересно, очень приятно с тобой разговаривать, и спасибо, что позвали меня. Надеюсь, что увидимся вживую. Да, спасибо всем, хорошего дня, всем пока. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok